Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Продолжаем нашу программу Напомню со мной студию Анатолий Червец Вот которого вы можете видеть на экране Привет всем А меня зовут Сергей Зацепин Телефон студии 847-400-5200 И прежде чем мы начнем Какую-то другую тему Добрый день Простите пожалуйста А предыдущая тема уже закончилась Ну если вы хотите быстренько Коротко вставить свои 5 центов Пожалуйста Я хочу вставить Дело в том что Во первых Порошенко является Консерватором всей вот этой вот Грязи которая сейчас в Украине Поэтому говорить о том что там при нем Улучшилась ухудшилась Он является Покровителем всей вот этой грязи Когда в 2014 году его выбрали Я помню я позвонил своим друзьям в Киев И говорю Как же можно было Судебную систему Отодвинуть в самый конец Это же нужно было делать в первую очередь И вот когда сейчас Бог не сказал что нет судебного решения По поводу коррупции Порошенко его и не будет Потому что остались Все старые суди Которым тот же самый Порошенко Покровительствует Поэтому в данном случае ничего не изменится Если его опять переизберут А переизберут ли его или нет Во многом зависит от Зеленского Потому что если у него хватит храбрости Стать президентом Он должен понять Что если он извините Обосрется будучи президентом Все для него это будет конец Его как артиста Как карьера Как человека А вот если он сейчас еще уйдет До того как его выберут президент У него есть возможность вернуться В свой 95 квартал Поэтому будет ли он президентом Будет ли президентом вернее Порошенко На основном сейчас Зависит имена Зеленского Я извиняюсь Можно вопрос Вы меня слышите еще? Молодой человек Да Скажите пожалуйста А вот как бы вы отнеслись Представьте себе Вы живете на Украине Как бы вы отнеслись к тому Что человек Который лидирует С 14 очковым различием То есть 30% набирает Зеленский И вдруг он уходит Из этих выборов И кандидат Который набрал В два раза меньше Становится президентом Как бы вы к этому отнеслись? Я понимаю Я могу сказать Значит Если Опять же Если Зеленский Захочет уйти Сейчас Понимая Чем ему может грозить президент Он может И сейчас И считай Надо договориться С Порошенко Он может получить На вот этих вот дебатах Кучу каких-то неприятных вопросов На которые он не сможет ответить И народ увидит Что он не годится Вот и все Очень просто это все сделает Понятно То есть просто убедить народ в том Что они не правы Да Да Просто он может сам убедить народ в том Что он негодится Понятно Понятно Спасибо Вот именно только поэтам Если он строчит Спасибо Ух Страсти кипят Кипят А вообще Интересная ситуация Я не знаю с какой программой То есть Ну я-то не следил за тем Что происходит в Украине Так плотно И для меня Как человек Который посмотрел Несколько серий Вот этого Слуга народа Для меня Программа Зеленского Это вот то Что представило это кино Другой я не знаю Я просто не знаю Я думаю Что таких немало В Украине Которые Свою оценку Дают на основании Ты понимаешь Тело Это неоценка Сереженька Мы все Мне кажется Что мы все Делаем огромную ошибку Считая Что люди Голосуют За Зеленского Люди Голосуют Против Порошенко И такое есть Кстати Игорь об этом Сказал Что коррупция И все эти Промои Они есть То что Никуда Было Кто там Были выборы Там были Значит Зеленский Порошенко Тимошенко И два представителя Совка Ну я имею ввиду Россию Да Значит Они отпадают Сразу Тимошенко Это явно Отработанная карта Вот тебе поэтому Остается Зеленский И Порошенко И поэтому Порошенко Набирает так мало Очков Тут в ютюбе Интересный вариант Выберут Зеленского В сентябре Тимошенко Придет в Раду Станет премьером И тогда Украину Распилят И разделят Сотрут границу И она исчезнет Просто А я вчера Задал кстати вопрос Вот как ты Я задал вопрос Нашему Эдикому Давай Добрый день Говорите пожалуйста Добрый день Добрый Рассуждают О выборах Украины Забывают Что незримо Присутствует На этих выборах Господин Путин Это первое И второе Последняя Новость С Украины Вы знаете Что там Они сдавали Анализы Да Так вот Порошенко Сдал все Анализы Кровь Там Мочу Волосы Ногти Да Да Сдал туда куда положено Государственное Медицинское Учреждение Да А господин Зеленский Сдал анализы В частную Клинику Принадлежащую Его другу Анализ Крови У него Брал Его друг Массажист А не Санитарка Ну это Медицинское Вы понимаете Это Вот то Чем вы сейчас Занимаетесь Это называется Выискивание Блох На абсолютно Чистом теле Абсолютно Вы знаете Что Кроме того Что Как вы сказали Присутствует Путин Так еще и Черный пиар Присутствует Это же информация Гуляет по интернету Поверьте мне Тут сейчас Накидают Столько А вам не стало Стыдно За Порошенко Которому Брали кровь На спинке Стула Вместо того Чтобы в нормальном Кресле Где есть Подлокотник Это вам не показалось Странным В государственном Учреждении Я бы например Как президент Настоящий Президент Я бы Постеснялся Показать Что в моем Медицинском Учреждении Подведомственного Не существует Кресло С подлокотником И приходится Брать кровь Упираясь На спинку Стула Вот о чем Нужно думать Давайте все-таки Вернемся К нашим Баранам Чикаго Прошли выборы Я засхватил кусочек Возвращаясь домой Джо Волша И он довольно точную характеристику Я с ним не всегда соглашаюсь Его иногда заносит Но это такое шоу Он делает Понятно Что ему нужно Этих привлечь Этих привлечь Как бы рейтинги поднять Чтобы слушали Глубами Ну вот его оценка От того что Машина Демократическая машина Была повергнута Но на смену Пришел Прогрессивный Лево-лево-лево Прогрессивный Самый что ни на есть Прогрессивный аппарат То есть Лори Лайтфуд Представляет из себя Ну супер Прогрессивную Активистку Кроме того что она Лесбиянка Дескать это ее личные Проблемы Но Можете себе представить То есть Работала машина Которую создал еще Дейли старший Спокойный И вот эта машина Безотказно работала В Чикаго И я пришел К очень печальному заключению Чикаго обречен То есть Штат обречен И штат тоже обречен Ты видел новую Новую коалицию сейчас В штате Видел Прискер Майк Мэрриган Уже Майк Мэрриган Вместе с Прискером Решают о том Какие тексы Сколько тексов Кому тексы Машина Я просто Сейчас мы вернемся К штату Просто про город Город обречен Потому что Если бы Демократическую машину Победил кто-то С консервативным С традиционным уклоном Хотя бы с центристским Хотя бы с центристским Что-то могло бы поменяться Но То что будет сейчас Это опять Сенчери сети Туда пойдут денежки Кстати Старикам хочу Хочу предупредить Что готовились затягивать пояса Потому что Прогрессивные Вас не очень ценят и любят И Все средства и силы Будут направлены в другом направлении К сожалению Да Так что город обречен Даже и в ее выступлениях Вот ты обратил внимание Что она уже хочет Возобновить дело Ван Дейка полицейского Дескать Мало ему дали За убийство То есть она является Федеральным прокурором Посмотри сюда Цепь Она федеральный прокурор Она прекрасно знает законы Да И Тем не менее Она считает Возможным Раскрыть еще раз Дело Которое было признано В двух судах Поддержано Двумя судами И все таки Она считает Что нет Этого недостаточно Вот скажи мне пожалуйста Откуда берется Вот такая вот Наглость Прогрессивная мысль Окей Так что город обречен Город ждет Судьба Детройта Сто процентов Рано или поздно Потому что Ну ничего не меняется Не решаются проблемы Коренные То есть причина не решается Город постепенно Будет обанкрочен Вот так банкрот По своему делу Послушайте Мы помню тут В соцсетях Вели дискуссии По поводу школ По поводу финансирования школ Юлия Бигбова Как бы в наш огород Кинула камень Что А чего вы суетите Свой нос В Чикаго Мы в Чикаго живем И школьные Школы Чикаго Финансируются за наш счет А не за ваш Кто А буквально Вот перед уходом Раунера 457 миллионов Штатных денег Наших денег Тех Кто живет Вне Чикаго И платит налоги Потому что в Чикаго По моему большинство людей Не платят налоги Ну во всяком случае Огромное количество людей Которые просто живут За счет налогов Две трети Две трети Объявить не может И вот эта мулька С прогрессивным налогом То что они хотят Внести дополнение К нашей конституции Чтобы разрешить Потому что по конституции У нас flat tax Изменить налог И все это проходит Под лозунгом Богатых Будем облагать налогом Вы не наберете Столько богатых Нет в Чикаго Столько богатых А если еще учесть Что при повышении налогов Ну народ и так Уходит из Чикаго Из штата уезжает А если учесть Что если налоги поднимут То еще больше побегут И поскольку богатых Не хватит Для того чтобы Оплатить аппетиты Притцкеров Мэдиген Мэдигенов Придется тогда Облагать налогом Средний класс А где же взять богатых Не Не хватает Закон уже будет Поменен А закон уже будет Конституция будет изменена И тогда уже Готовьте ваши Пишевки Ты белый вагиноголовый Вот больше я ничего Не могу сказать Они идут и голосуют За этих уродов Которые будут Вас же грабить Да бог бы с вами Если вы у вас Такой ген суицидальный Присутствует в вас Если вы готовы На самоубийство пойти Лишь бы демократы Были у власти Да бог бы с вами Но почему другие То должны страдать Сереж Мы забываем еще одну вещь Мы забываем о том Что Ты понимаешь Что Лиса Мэрриган Никуда не делась Да Она больше не является Генеральным прокурором Но Теперь вопрос А для чего Ее берегут Смотри Она не пошла Ни в мэры Чикаго Ни в губернаторы штата Правильно То есть Ты понимаешь Ты понимаешь Что если сейчас Прискер Заручкается С Мэдиганом И еще Лори Мэдиган Станет Лиса Мэдиган Станет еще Каким-нибудь там Типа Начальником финансов Штата Вот тут Нет я согласна Я согласна с вами Я просто Мой вопрос В том что Вот просто Для интереса А у вас вообще Как бы Кто-нибудь Выдвигается От Консерваторов Не от Демократической партии А вообще Хороший вопрос Живут ли Живут ли У вас люди Которые Замечательный вопрос Выдвинуть Сейчас попробуем Разобраться с этим Спасибо Очень хороший вопрос Спасибо Очень да На самом деле Есть В этом штате В этом городе Люди Которые Может быть И может их не так Не может А их конечно же Гораздо меньше Но Ведь любая Кандидатура Которая выдвигается Скажем В конгресс Или в местные Какие-то органы власти Она должна быть Поддержана Во-первых Людьми Избирателями А во-вторых Партией Ну то есть То бишь Республиканской партии А поскольку Республиканская партия Понимает Что это Выброшенные деньги То во многих Округах Даже не выставляются Кандидатуры На тот или иной пост Потому что Как бы Завременно Заблаговременно Или заранее Знают Что это Проигрышный вариант Потому что Воспитали Не одно поколение Две трети Населения Чикаго Куб Каунти Самое огромное По населению Каунти Которая Живет Там Огромное количество Людей Которые живут Просто на пособия Всевозможные И конечно же А то что предлагают Демократы Всякий раз Вот мы им еще И еще И еще дадим И еще дадим А то что предлагают Республиканцы Друзья мои А может Засучим рукава И пойдем работать Может начнем зарабатывать Может начнем жить Американскую жизнь Нормальную С ответственностью С перспективами Со всем на свете И это мало Я помню Как один из Ведущих Русскоговорящих В Чикаго Говорил Когда шли выборы По моему Я не помню Барака выбирали Кого-то там Ну президентские выборы И вот он типа Вот демократы Обещают То-то-то-то-то А почему бы Республиканцам Не взять И не пообещать То же самое Бред абсолютный Человек Выходит в эфир И говорит Почему бы им взять И не пообещать В общем Есть конечно Здоровые силы Но к сожалению Они слишком Маленькие У нас штат Как в том анекдоте Могут ли китайцы Победить Советский Союз Без оружия Ответ Могут Вопрос Как Ответ Шапками забросают Вот вам наши демократы Вот и все А потом ведь Посмотрите Люди которые работают Которые платят налоги Покидают Этот благословенный Штат А вот В связи с тем Что у нас Сэнкчури Сити Сэнкчури Штат Это приходят люди Вот которые сейчас Через границу Переходят Легально Нелегально Всяко-разно Они приходят сюда Вы же понимаете Что это люди Которые В лучшем случае Могут идти На низкооплачиваемые работы В лучшем случае Сейчас Ты посмотри Там Десятками тысяч Дети Во-первых Дети просто Десятками тысяч Без сопровождения Родители идут Во-вторых Семьи Якобы семьи И действительно Семьи С детьми И вот Сети Эта масса народу Приезжает Их здесь встречаются Распростертыми объятиями Скажем Детей Огромное количество Которые будут распределены И пойдут в эти школы И опять Профсоюз будет выходить На забастовки Орать У нас численность В классах Очень большая Нам нужно уменьшить Численность Дайте нам денег Дайте нам денег И Вообще Такой замкнутый круг Получается То есть Те кто производят Одним словом Люди которые Производят И платят налоги Они уходят А люди которые Пользуются Благами За чей-то счет Они приходят В этот город И в этот штат Но к сожалению В том что У нас Наше Пожилое Население Штата Ведь оно не может Никуда уехать И вот получается Что все Производители Уходят Вот эти потребители Приходят И садятся на шею Мейкеры уходят Тейкеры Приходят Тем несчастным Пожилым Которые здесь живут И не имеют возможности Никуда уйти Совершенно верно Вот и все Так что вот такая ситуация Это характерно Не только для нашего города Для нашего штата Это любой город Любой штат Который Десятилетиями Находится под управлением Демократов Который строит Страну Всеобщего благоденствия Да пожалуйста Здравствуйте Сергей Вот Мы же в свое время Говорили по-моему Что из этих двух зол Которых выбрали Это лучше Не такое плохое Чем Приквинг Чем 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 Фрик Квинкл Нет Как я Приквинг Приквинг Никак Да Да Это из двух зол Это лучше Почему Потому что Мы же не говорим Что это хорошее Мы говорим Что из двух зол Мы говорим Что это лучше Получается Что это лучше Чем было бы Да Ну другое Я вам объясню Почему Объясню почему Смотрите У нас есть В нашем К сожалению Штате Есть налоги Не только штатовские И не только городские Но еще и налоги Каунти Так вот Тони Приквинг Она обещала Первым делом Повысить Вот вы себе Представляете Значит нам бы Повысил Придскер Налоги Штата Приквинг Клубы Повысила Налоги Каунти И еще Кто-нибудь Повысил бы Городские Налоги Вот поэтому Лайтфуд По крайней мере Она еще Про налоги Ничего не говорила Поэтому Хотя Этот котел Еще не такой Горячий Пока нет Пока нет Спасибо большое Хотя повышение Налогов Это вещь неизбежная Потому что Причину Нет проблемы Налогов Что недостаточно Налогов Недостаточно высокие У нас одни Самых высоких Налогов в стране Есть проблема Безудержной Траты денег Бестолковой Абсолютно Наглой Вот это Другой вопрос Причем Это не безалаберная Трата денег Это не потому Что они не умеют Вести бизнес Это именно Потому что Это наглая Трата денег Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Здравствуйте Я что хотел сказать А как раз вчера Вечером посмотрел На ютубе Час с лишним Видео Называется Сиэтл Дай Это уже Следующая стадия Они описывают Авторы фильма Описывают Так Там такое Сочувствующее Такое Ну как это Блигий Арт Руководство Демократическое Которое включает Даже социалисты Великолепных Замечательных Образцов Человеческого рода Город Благодаря их Гуманной Политике Город заполонили Наркоманы Бездомные Они пока Сверху Как только Какой-то Плачок Зеленый Там эти Тенты стоят И вот эти Вот наркоманы Дергаются Гадят Ужас Резиденты Не могут Люди Которые Не могут Спокойно Бояться Пройти По улицам И самое Потрясающее Самое Веселое Что От Руководства Город Дадало Проказ Полиции Вот этих Не трогать Быть Снисходительными Да Социалистическая Республика Я боюсь Это кончится Когда-то Люди Сбельмятся И Начинать Это будет Резня Понимаете Спасибо Спасибо большое Спасибо за вас Но к сожалению Времени Остается Больше поговорить Потому что Ну Надо попрощаться Пожелать людям Наверное Хороших Выходных Веселых И Поменьше Пока думаете О политике Отдыхайте Погода будет Хороший Завтра Где-то В 60 С копейками А в Поднедельник Вернемся И опять Будем Говорить О нашем Штате О нашем Стране И так далее Всем Хороших Выходных Будьте Здоровы Спасибо за субтитры